Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня тема, с одной стороны, она очень важная и нужная, а с другой стороны, это та тема, по поводу которой ломают огромное количество копий. Второе, все, что я буду сегодня говорить, это мои мысли по этому поводу, это профессиональная моя подготовленность, это стаж огромного количества лет. То есть, когда я вижу дни, вижу даты, я вижу, сколько времени назад произошло какое-то событие, при каких оно было обстоятельствах. И люди, те, кто ко мне обращались, знают, что касается именно того, что говорится, то есть, вплоть до имен людей и чисел. Но здесь, опять же, я понимаю, что на меня лично ориентироваться всем тарологам не получится, потому что у каждого есть своеобразные добавочные моменты, которые касаются таро. И просто математически вычислять, например, по цифрам будет очень сложно. То есть, если человек не имеет вообще ни грамма ясновидения, опыта, чувствования, интуиции внутренней, то с темой времени будет очень трудно ему. Таро вот отсюда и появляются те знатоки, так называемые, которые дают, ну вообще, потрясающие ответы на тему времени. Вообще, повелось так, в тарологической среде, ну и не только таро, это, в принципе, на любых картах. То, что обычно говорят ленорманисты, те, кто на игралках смотрят и так далее. Я тоже смотрю и на игралках, и на ленорман. Но мой основной инструмент все-таки на сегодняшний день это таро. Может быть, я когда-то опять поменяю свое мнение. То есть, когда мне было 14, я начинала с игральных карт. И я смотрела на них тоже даже какие-то отрезочки временные. Тогда было послабее, конечно, с датами у меня, со временем и прочее. Но таро это хороший инструмент, который отлично показывает, в том числе и цифровыми кодами, то, что мы можем увидеть по поводу времени. Однако, вообще, честно скажу, я несколько видео попыталась посмотреть у других тарологов по поводу времени. Там такие клише даются, как по временам года и так далее. Об этом тоже мы поговорим, о чем будем смотреть и так далее. Но меня удручает тот факт, что более половины, наверное, почти две трети тарологов в итоге говорят о том, что событие вы увидите, но когда оно произойдет, вы вообще не увидите. То есть, таролог вообще не отвечает за время, он просто может сказать, что что-то произойдет. А вот когда это произойдет, будет ли это зимой, летом, в течение года или в течение недели, насколько это быстро произойдет. Вот он этого не может просто знать доподлинно. Но могу сказать, что большая беда. И да, более двух третий, как раз таки тарологи вот так вот через одно место. Тема жопная, могу сразу сказать. И вот так вот и смотрят. То есть, сейчас, конечно, будет гореть пукан и будут с левых учеток описываться в комментариях тарологи, которые не умеют смотреть время и не заморачиваются этим вопросом, которые взяли для себя аксиому, что когда не могу сказать, но событие само, конечно, я увижу. А нахрена нам событие, которое может быть произойдет через 30 лет, и оно вообще не имеет отношения сегодня к тому, что я спрашиваю. Мне интересно, например, что будет именно в ближайшие месяцы. Для меня это ключевой какой-то, да, может быть, аспект. Но давайте мы начнем сначала все-таки по традиции. В системе ОИТА карты могут показывать мастями времена года. То есть, ну давайте сразу же сделаем так. Так вот, а со временем задница, да, у нас второй, это об этом. Я пыталась вам сказать первыми арканами. Первое, что можем сказать. Мечи позиционируются практически всегда, как зима. Но есть колоды, в которых я пару раз видела, что мечи соотносятся со стихией огня и обозначают время года лета. Есть такие колоды, в которых так. Но это не стандартные, это не классические уэтовские колоды однозначно. И я не могу, да, вот к этому как-то отнестись лояльно. По традиции, мечи это зима, это холодная масть, это то, что может. Но смотрите, если вы смотрите летом, например, в раскладе, и вы спрашиваете, когда. И вы четко понимаете, что до зимы этот вопрос вообще никак уже не актуален. То есть, ну, например, да, получается такая история, что кто-то беременный, да. И вы смотрите в июне, а рожать девушке, женщине в середине июня. Ну, никак она до зимы в любом случае беременная не доходит. Да, вот такие вот критические вопросы возьмем. И вы смотрите, когда. Например, нам выпадает вот такая история. Здесь мы можем видеть, что это может быть ситуация, которая не показывает на четкое число, но которая может показывать на похолодание. То есть, вы потом идете, смотрите прогноз погоды и понимаете, что ага, после 16 июня у нас похолодает. Значит, наверное, вот после этого времени или прямо там 16 числа, скорее всего, это и состоится. Также может давать отголоски по привязке к каким-то событиям. То есть, например, бывает такое, что роддом, например, закрывается на какую-то дезинфекцию. Это происходит в определенное время, например, или дезинфекция хирургических каких-то там отделений. Вот примерно в это время может быть, и тогда вы можете узнать, когда именно в том роддоме происходит, где у вас это событие случится. И вы понимаете доподлинно там число, день, месяц, конкретные дни, когда это может происходить. Так вот тоже может быть. То есть, в целом, любая масть, она может в любое время года выпасть и показать любое время года. Но Таро, это тот инструмент, или Норман, тоже такие же, да, приблизительно корни. Они показывают все это иносказательно, показывают символами. То есть, вот здесь вот может быть, опять же, символ, когда, когда был издан какой-то приказ. Вот в этот день смотрите число, ага, вот в этот день это происходило. Что-то основное. То есть, вот здесь именно такая часть еще есть, когда вы должны привязываться не только ко времени, уцепившись за время, но и все-таки отвлекаться на те символы, которые вам дает Таро. Если это, например, выпадает король, то вы понимаете, что точно это не в первых числах месяца, например, будет происходить. Однако, это может происходить в начале года. И в январе это может быть и в феврале. Однако, декабрь тоже никто не отменял для этой карты. Здесь больше все-таки о времени года. Если мы сейчас просто по временам года разберем, да. Встречала, опять же, есть колода. По-моему, это Таро викторианских фей. У меня есть обзор на нее. И вот там я рассказываю, что там, например, кубки, они обозначают весну, а не лето и так далее. Но у нас обычно бывает так, что жезлы, ну, возьмем любую жезловую карту, они обозначают весну. Есть, правда, да, вот к определенным моментам, есть ситуации, когда жезлы в некоторых колодах позиционируют как лето. Потому что все цветет, буйствует, праздник жизни и так далее. Есть, конечно, определенная в этом логика, но по ойту, по классике, все равно жезлы у нас обозначают весну. Весна, когда все начинает расцветать. Туз жезлов, это прямой символ весны, да, вот когда мы видим начало чего-то и прочее. Вот эти моменты тоже нужно понимать. Жезлы, это все-таки лето. Но, опять же, если мы разбиваем лето внутри на под какие-то подотрезки, июнь, июль, август, мы понимаем, что тройка, с одной стороны, может обозначать третий месяц лета, весны, то есть третий, извините, по весне, март, апрель, май. То есть тройка может обозначать май, с одной стороны, да, но с другой стороны она как начало цифровых арканов идет, младших арканов, и может обозначать самое начало, то есть вплоть до первой декады марта. Поэтому уточняйте дополнительными арканами. Следом у нас идут кубки. Давайте сейчас кубковую карту найду. Вот он, туз кубков к нам приехал сегодня неожиданно. Просто держу колоду в руке, открываю, какая первая карта попадется, такую вытаскиваю. Кубки это по классике летом, то есть это летнее время, июнь, июль, август у нас. Но есть колоды, опять же, в которых кубки позиционируют как весну. В целом, вы знаете, интуитивно и энергетически иногда я ощущаю кубки как весну, потому что тают снега, открываются реки, начинается ледоход, капает первая копель. Это связано с кубками как будто бы эмоционально, а более жесткие жезлы как бы вступают уже в последующем летом, когда это солнце, когда это жар. Тоже может быть такое. Здесь мой совет какой? Здесь можно сказать, ну вот вы говорите и так, и так, а нам что умным и красивым разорваться теперь? Нет. Я за то, чтобы на практике выяснять всегда четко, внятно, что это может быть. Смотрите для себя по ощущениям, то есть вы должны четко понимать, куда вас клонит, интуитивно вы можете видеть правильные вещи, даже если они не привязаны к классике. Если интуитивно никак у вас не ёлкает, то есть если нет у вас ощущения, что вот, например, ледоход пошел и, допустим, вскрылась река ото льда, и это кубки. То есть вот эта карта, она легко может показывать то, что пошел лед на реке на какой-то, запросто там фонтаны первые включили, что-то еще, то есть напоминает весну энергетически. Но если у вас так не ёлкает, тогда трактуйте просто по классике, то есть жезлы это весна, кубки это лето тогда. Далее у нас Пентакли. Давайте посмотрим, что у нас из Пентакли есть хорошего здесь. Не хочется ждуна, давайте, ну вот королеву мы Пентакли, оторвем немножко от девятки Пентакли, а потом дальше она отправится к ней опять. Пентакли обычно это осень, это пора сбора урожая, это такое время доходное и дородное, и это по классике. Но есть опять же колоды, просто в зависимости от того, какую вы еще возьмете колоду. Если вы берете классику, то скорее всего это осень и практически 99% что это осень и можно здесь не менжеваться, а трактовать именно так. Но может быть такая ситуация, когда вы взяли колоду, в которой изначально Пентакли обозначены как зима и там будет опять же описание запасы на зиму, там да какие-то вот такие вот движения. Соответственно, вы можете понимать, что это какие-то зимние запасы или это поздняя осень или начало зимы тоже может показываться в целом Пентаклями. Но по классике Пентакли это осень. То есть вот здесь с мастями по временам года мы разобрались. Что касается стихий, мы это все знаем и ко времени они особого отношения не имеют. Воздух, огонь, вода, земля. Но бывает такое, что мечи ассоциируют с огнем у нас, а жезлы ассоциируются с воздухом. Такое тоже бывает, потому что даже восьмерка жезлов, когда жезлы летят по небу и прочее, но это уже к стихиям, а не ко временам года. То есть со временами года мы разобрались уже по классике, как и что. Спрашивая на какое-то глобальное дело, на промежуток когда, то есть например, не знаю, давайте спросим про какое-нибудь там у человека в жизни событие, когда девушка выйдет замуж. Мы не будем сейчас привязываться к тем событиям мировым, потому что мы не смотрим конкретно этот вопрос, когда девушка выйдет замуж. Самое такое время и вопрос, который связан со временем, который очень часто задают, с ним приходят. Вот когда я встречу мужчину, когда выйду замуж, девчонки приходят, спрашивают. Здесь мы видим, во-первых, что скорее всего это будет не так уж скоро. Вряд ли это промежуток в 4 дня, хотя это четверка. Здесь нужно видеть какой конкретно аркан. Мы смотрим, что карта в целом закрытая, и мы можем понимать, что это может быть до 4 месяцев и доля, например, история. По времени года, если судить, то это у нас кубки, это у нас лето. Но, опять же, смотрите, какой момент интересный нас настигает здесь. Это лето, но если мы смотрим уже в августе, про девушку, да, то есть вы смотрите 29 августа, и у нее осталось 2 дня, чтобы этим летом встретить суженого. А вы загадывали для себя, именно в какое время года, тогда это может показывать лето, но следующее лето. Вряд ли эта карта покажет ближайшие пару дней буквально. Уточняющую карту можете достать. И здесь, да, здесь может карта показывать, что это лето. Это лето, когда все там в сезоне отпусков, когда какие-то праздники, когда идут застолья, когда праздники урожая, или когда, допустим, у этой девушки, если у нее летом день рождения, может быть в том числе день рождения, или у кого-то близких на каком-то застолье. Она может сказать, а, я поняла, у Жанки же в июле день рождения, все, значит, это вот будет там на следующий год, на ее день рождения. Спрашиваем, на следующий ли год, или это дольше, и здесь выпадает маг. Маг активная очень карта, и она говорит о том, что это, скорее всего, будет ситуация, что это лето следующего года, да, вот если мы смотрим, например, в конце августа. Это как пример именно по временам года для того, чтобы посмотреть. По временам года разобрались мы, посмотрели, как это может быть. Опять же, часто спрашивают, а могут ли показать карты числа, год, допустим, время конкретное, в 13.45, например, могут показать карты время. Тогда, скорее всего, вам, если вы в масштабах дня смотрите, то есть вы всегда должны понимать, насколько срочное исполнение дела и события. И это дело дней, это дело, которое на годы может растянуться, или это месяцы. То есть, например, там пропал человек или ушел муж, и неизвестно, когда он придет. И вы вот можете спрашивать, а когда вернется ко мне муж? То есть карты показали уже, что да, он вернется, а вы спрашиваете, а когда? А когда, да, например? Ну вот муж ушел, его уже 5 лет нет, например, 7 лет нет, 10 лет нет. Карты показывают, да, что, скорее всего, это будет, опять же, лето. Это будет лето, либо холодное начало лета, то есть буквально июнь, либо конец августа. Это уже следующая карта добивает и говорит, что это ближе к осени. То есть мы смотрим, что, скорее всего, это будет третья декада августа в масштабах года. Потому что карты в целом, они достаточно короткие, да, вот по своему времени, это не какие-то огромные промежутки. Вот такой ответ. То есть это мы посмотрели по годам, по месяцам даже. То есть мы посмотрели, это уже месяц мы определили и объяснили, как это может происходить. По числам, ну то есть вот, допустим, вам надо не больше, чем на месяц посмотреть, или не больше, чем на ближайшие пару-тройку недель. И вы можете, допустим, вы ждете письмо, да, какая ситуация. И вы говорите, вот мне должно прийти письмо, какого числа, в ближайший месяц буквально оно может прийти. Ложится четверка, то есть вот четвертое число. Либо эта карта может показывать в том числе ближайший четверг. Вот такая история. То есть вот так вы можете число посмотреть. Время дня, ну тоже вы смотрите время дня. Это до полуночи или это ночь? Это светлое время суток? Ну солнце это, конечно, светлое время суток. То есть здесь не надо заучивать какие-то значения, хотя вы должны, естественно, базу знать. Ну вы понимаете, солнце это день или ночь? Конечно, это день. Солнце это та карта, которая может показывать на время, вообще на светлое время. Но скорее всего это будет время там до 4-5 часов вечера. Но здесь ложится зрелая карта короля, которая говорит, что это после 12, а не до 12. И так до бесконечности уточняющими арканами мы можем прямо вплоть до минут это время назвать. Опять же, иногда я понимаю, что лишняя суета производится вокруг времени. Насколько вам важно вообще знать время до минут? Какое это имеет значение? Если вы имеете, если дело в секундах, да, вот бывает, что дело в секундах, все это длится минутами и растягивается на годы, да. Поэтому здесь вы должны понимать, насколько вам актуальна вообще такую точность, как время смотреть, как минуты смотреть. Это можно посмотреть, это можно вычислить, то есть буквально здесь можно вплоть до того, что поминутно назвать, когда это будет происходить, в какой день недели, в какое число. Как я это делаю? Вот я вам показала. Это если вообще убрать ясновидение. То есть человек чисто руководствуется арканами Таро. Далее. На что вам надо обратить внимание? Вам нужно понимать, выпадают старшие арканы или младшие арканы. Если старшие арканы выпадают, то скорее всего это более серьезное, более глобальное какое-то время. Возможно, это вот у нас, кстати, да, у времени. Это, возможно, более длительный какой-то промежуток. Это может быть действительно, ну все говорят о том, что колесо года, это как год, например. Но это как любой цикл. То есть эта карта может и квартал показать. А квартал это у нас получается 3 месяца. Даже и 3 месяца может показывать. Поэтому я советую всегда колесо фортуны уточнять еще дополнительными арканами, для того, чтобы вы могли точнее понимать. Более того, вы должны понимать обстоятельства, ситуацию экверента, который к вам приходит. И тогда вам будет легче давать ему корректную, правильную информацию. Потому что вы будете понимать примерно, когда человек этого ждет. Сбудется ли задуманное в тот промежуток времени, когда человек загадывает, или это произойдет быстрее. И это вы смотрите по картам, которые выпадают. То есть если ложится маг, если ложится восьмерка, допустим, жезлов, то вы понимаете, что это быстрее. Это быстрее, чем человек ожидает, скорее всего. Если это маг с картами, которые как умеренность, как дьявол выходят рядом, то это может быть ситуация, когда вас будет человек какой-то либо очень торопить и напрягать в этой ситуации. Либо человек будет своими манипуляциями затягивать. И вы получите, несмотря на какую-то суету и движение, вроде бы вокруг такое вот происходящее, все гораздо позже, чем вы это ожидали увидеть. Вот такой еще есть момент. Это нужно понимать. Будьте очень внимательны к сочетанию арканов. Давайте зададим. Ну не знаю, так вот. Я сама не знаю, какие арканы выпадут. Сейчас придумаю вопрос. В целом по арканам я вам уже показывала с сочетаниями, уточнениями, как это делается. Но в любом случае мы вот смотрим. Там, допустим, обещали приехать в дальний путь. Люди едут на машине. И вот я смотрю, когда приедут гости. Это будет с утра или вечером и так далее. В течение суток должны приехать. Так, мы видим, карта темная сама по себе. И мы видим, что здесь может быть время рассвета. То есть, если вы ждете сегодня, то ли ночью, то ли с утра уже приедут. И вот непонятно. Карта темная. Но с другой стороны, она показывает у нас очень интересные вещи. Берем дополнительную пока и смотрим на нее. Первая, это пятерка. Мы смотрим на число. То есть, там может быть пять утра. Например, когда люди приедут. Будет еще темно. Но если вы смотрите летом, то карта показывает, что это не пять утра. Карта показывает, что это то время, когда сменяются одни сутки на другие. Карта еще одна подтверждающая. Которая говорит, что это будет около часа ночи. То есть, здесь вы в связке смотрите. И вы понимаете, что это не час дня. Это час ночи. Однозначно. И вы уже ориентируетесь во времени. Вот такая есть история. Поэтому, когда разбирают каждый аркан отдельный. Говорят, вот у нас аркан двойка. Двойка, это значит, вот там второе число. Или через два дня. Или через две недели. Или через что-то еще. Это не всегда так отрабатывается. Вы должны очень четко воспринимать расцветку даже изображений на карте. И тогда вам будет легче это воспринимать. Здесь, наверное, опять же многие скажут, что ну как это все выучить? Это выучить невозможно. Я вам могу сказать так. Если вы хотите определять время второе, если вы хотите быть специалистом, мантиком качественный уровень, выдающим, то вы обязаны это учить. И меня, например, не устраивают ситуации, когда человек говорит о том, что ну события я вот тебе скажу, например, что там миллион долларов получишь. Ну когда ты их получишь? Меня не устроит такая позиция. Поэтому смотрите. Смотрите, что Таролок говорит о времени. Как он отзывается. И всегда нужно ювелирно оттачивать. Иногда спрашивают, а ты за что такие деньги вообще берешь? Ну вот те, кто приходят, они знают за что. То есть они четко понимают, что говорится очень многое. Но почему я не могу навязывать окружающим те методы, которыми я работаю с точки зрения математики и логики? Потому что у меня есть еще и формат, при котором я вижу просто какие-то вещи. Как я вижу? Я вижу картинками. То есть я могу достать, например, какую-то карту. Я вижу, ну вот, как говорится, не трендю как Троцкий. Вот, действительно вижу. То есть я вижу, что есть какая-то картина передо мной. Я вижу женщину. И она может просто картинкой передо мной предстать. Я могу сказать, что это будет женщина, у которой каштановые волосы. Допустим, она недавно покрасилась, корни там начали, вернее, недавно покрасилась, а давно не красилась, начали отрастать корни там и так далее. Я вижу картинку, я вижу этого человека. Если у торолога нет этого момента, если он не видит эту картинку, он не чувствует энергетику, он не видит, то есть были люди, которые приходили и спрашивали, куда пропали. И пропал человек, к сожалению, потом его и нашли там, где я это увидела. Я начинаю видеть картины. То есть здесь были, у меня начали выпадать пентакли, и представилась лесополоса. Деревья, желтые листья лежат, и все это приходит картинами, но на базе тех изображений, которые выдают тору. Поэтому можно сказать очень многое. Может ли со временем открыться, да, у вас, если не было этого момента? Наверное, может. Вообще в этом мире все может происходить. Но объявлять себя сразу же ясновидящей Дуся и в десятом поколении, у нас же все сейчас потомственные, у всех сейчас там и бабушки, и прабабушки, и мамы ясновидящие, и все старые и так далее. Поэтому мне бы хотелось, чтобы люди так не выдумывали активно, потому что начнем с того, что у нас карт Таро толком в такой среде, скажем так, крестьянской и так далее, их и не было в начале 20 века и так далее. На игральных там могли что-то смотреть. Но когда начинают рассказывать, что я Таролог, потомственный и так далее, оно это выглядит смешно. Поэтому, друзья, сразу отделяйте зерна от плевел как-то и понимайте, кому вы идете. Если Таролог говорит о том, что он время вообще не видит, ну я не знаю, что он тогда видит. Это из области того, как нового тоже. Вот это смотреть нельзя на Таро, а вот это тоже нельзя, а здоровье тоже нельзя. Я согласна с тем, что тем людям, у которых нет мозга, нельзя смотреть на Таро. Ни здоровье, ни время смерти. И надо смотреть, для кого вы еще делаете такой расклад, потому что есть слишком такие вот впечатлительные, эмоциональные, которым что-то скажешь, они падают в обмарок, несмотря на то, что ты сказал правду, у них случается истерика и так далее. То есть это тот случай, когда вы должны переспросить у человека, а вы готовы слышать? То есть вот, допустим, человек вам пришел и спрашивает, когда я умру? Не как, а когда. У нас как был такой расклад, как умрет человек на канале, да? А он спрашивает, а когда я умру? Вы спрашиваете, во-первых, зачем? Потому что если человек, не, ну просто мне вот интересно, я спросить, отсылайте просто подальше, потому что обычно, ну вот такие люди с такими завихрениями, они несколько странные, и это может потом выйти в истерику какую-то, ненормальную со стороны человека. Если есть конкретные вопросы, потому что бывает такое, что человек чувствует, что он заболевает, что может быть снятся какие-то сны и так далее, он понимает, что ему нужно что-то успеть, идти писать завещание или нет. Да, надо тогда смотреть, в том числе и когда, это для чего? И время смерти, в том числе тогда смотреть надо, потому что может быть для человека от того будет он это знать или нет, многое зависит, успеет ли он что-то сделать, что он задумал или нет. Поэтому, друзья, время второе, это очень важно, это крайне важно. И на эту тему нужно обращать внимание обязательно. Сегодня мы выяснили, что можно видеть время года, что можно видеть конкретный месяц, что можно видеть число месяца, можно видеть время дня и даже время на часах, то есть вплоть до часа, вплоть до минут, когда это произойдет. Вы можете уточнить и выдать результат практически математический. Другой вопрос, вы должны понимать, что эта тема сложная достаточно и насколько оно вам надо. То есть вам конкретно это надо, для чего? Просто так знать, когда откроется ближайший магазин, когда вы все равно в три часа дня собрались с него уйти, а вам вот интересно, он в восемь утра или в девять открывается. Ну, нет, наверное, смысла в этом вопросе, хотя если вы просто хотите посмотреть и потренироваться на Тару для того, чтобы повышать собственное мастерство, то, наверное, эта тема актуальна. Немножечко, может быть, в каких-то моментах я агрессивно достаточно говорила. Почему? Я скажу откровенно, вот честно скажу, как есть, потому что надоели и осточертили тупари, которые взяли колоду Таро, рассказали, что они потомственные, они нихера не знают ни время, ни времена года, ни периоды, которые они видят, то есть через сколько месяцев что-то случится. Ну, мало того, что и сами события трактовать не умеют или берут книжечку и по книжечке читают вам то, что они вычитали, там они вам рассказывают про каждый аркан. И это смотрится как минимум глупо, как максимум может нанести большой вред человеку, который идет к недоспециалисту и получает вот такую недоконсультацию. Поэтому, друзья, торологи, коллеги, тех, кого можно, да, с высоты своего опыта назвать таковыми, вы можете, конечно, написать, что вы об этом думаете. Начинающим я, конечно, рекомендую учить матчасть и включать голову. Тренироваться не на кошках, а прежде всего на себе, например. То есть вы знаете, когда, в какое время произойдет некое событие вашей жизни. Опять же, допустим, к вам должна в гости приехать мама. Вы берете и смотрите, когда это будет на этой неделе. Записываете для себя в дневничок, потом смотрите, как отработалось, когда эти гости или мама там приехала. Какой-то был день, это был вечер, или она после работы приехала, или она приехала, вообще уже было темно вечером, или она с утра до вашей работы еще, допустим, приехала, вы еще из дома выйти не успели. Вот эти моменты, вот эти нюансы записывайте и наблюдайте потом, том, как это все сочетается. Поэтому да, может быть где-то это резко, но я считаю, что вот это видео, которое записала я, это одно из самых будет толковых видео по определению именно временных промежутков, чисел и так далее. Потому что, честно говоря, уже на Ютубе достали эти разговоры, что вы никогда не определите, конечно, время, ну вот может быть. Ну вот старшие арканы это большие промежутки, маленькие это маленькие промежутки. Я вам могу сказать, что аркан дьявол это может быть не маленький промежуток, это может быть очень быстрая ситуация. С магом тоже может быть очень быстрая ситуация. Но надо смотреть всегда на сопутствующие арканы, а сопутствующие арканы не просто учить по книжечкам, когда вы смотрите, да, там, как в Ленорман, например, гроб и крест, это вот сочетание обозначает это. Или там вторую, например, ну вторую я даже не знаю, сколько должно быть комбинаций этих арканов, потому что может быть сочетание двух, трех, пяти арканов, если вам нужно уточнить. То есть мы, допустим, давайте в финале пробничек, да, когда у человека день рождения. Вот вы его увидели, этого человека, ну когда же у тебя день рождения, дорогой мой друг? И смотрите. Первое, что мы смотрим. Ну, данная карта это как символ, опять же, можно отсылать по астрологии, да, соответствие. Данная карта это близнецы по астрологии в какие-то моменты в нюансах может быть. Но, смотрите, карта показывает, что человек может быть знаком двойного, да, вот рыбы, близнецы, потому что двоечка рядом выпадает у нас. Но, опять же, двойка может показывать у нас зимнее время, несмотря на то, что это время все-таки июнь. Так, хорошо, может быть еще такая ситуация, когда июнь делим на два, и получается у нас март. То есть, это может получаться все-таки, да, но здесь у нас пятерка идет, пятерка. Но пятерка темная, пятерка кубковая, поэтому, однозначно, до лета не дотягивает, которая может показывать, как июнь, например, да, вот карта у нас влюбленной. Значит, скорее всего, это март или май. Уточняем еще раз. На март и на май можно выложить. И здесь карта говорит, что это не март ложится десятка, но это май. И вы знаете, что в мае у человека день рождения какого числа? В начале месяца. Паш говорит о том, что это не конец месяца, а только начало еще или до середины. Четверка может показывать четвертое число. То есть, здесь у человека может быть день рождения 4 мая, которого мы посмотрели. Вот такое может быть вычисление. Вы можете попробовать это сделать. Вы можете попробовать, да, вот для себя так потренироваться. Ну и можете поделиться результатами, что у вас получилось, когда вы делали расклады по данному принципу. Но здесь я о чем говорю? Учим матчасть, включаем голову, изучаем сочетание арканов, потому что далеко не всегда одна карта вам четко может показать, когда. С этим я согласна, что если вы достаете одну карту, она вам вряд ли покажет и день, и месяц, и год, и время в этот день. Поэтому всем желаю успехов и благополучия, удачи на трудном пути изучения времени втором, потому что на самом деле эта тема сложная, и некоторые ее просто обходят стороной, они просто не говорят о том, когда. Но я вам скажу так, нужно вникать, и нужно для того, чтобы повышать мастерство, все-таки в эту тему включаться и как-то в этом направлении работать. Всем благополучия, друзья, удачи, до встречи, До свидания.